Я даже съехать и заехать не смогу. Колеса втыкаются. Николай Лукьянов, член общественной палаты города, на собственном примере проверяет, насколько инфраструктура в микрорайоне Левобережный доступна для людей с инвалидностью. В поле зрения общественника понижение бордюров на пешеходных переходах и пандусы у магазинов. И если в первом случае несоответствие нормативам встречается редко, то торговые точки грешат. А у меня что-то даже колеса не въедут. Это образца какого года? Они же разные, да? Вот эти швеллеры? Перед его уже решили, да? Я думаю, в 90-е их как поставили, просто, чтобы они были. Но мы здесь несколько лет назад уже проводили такой рейд и просили, чтобы заменили на пандус нормативный, но так на нас внимания и не обратили. Общественники привлекают внимание к проблемам людей с инвалидностью в Химках уже 7 лет. Еженедельно проводят беседы с хозяевами помещений, где нет возможности человеку на коляске самостоятельно попасть в здание или где отсутствует желтая маркировочная линия у входа. Они помогают ориентироваться слабовидящим людям. Сейчас штрафы маленькие. И иногда предпринимателю проще заплатить, чем как бы что-то действительно делать. Но когда мы приходим, именно приходят люди на колясках, приходят люди-опорники такие, как я, приходят наши председатели общества слепых, рассказывают про своих членов организации. Когда люди видят уже своими глазами, для кого мы это просим, то, конечно, уже по-другому все. И к нам отношение, и к созданию доступности условий для своих торговых объектов. Впрочем, немало коммерческих предприятий, которые позаботились о доступной среде. Зачастую сетевые магазины оснащены и удобным съездом для людей на колясках, и маркерами для слабовидящих. Их директорам выражают благодарность. Мы все вместе хотим поблагодарить за то, что вы так ответственно подошли, качественно, что доступно и для таких, как Николай, и для таких, как Артур Шарфудин, с друг-то кружочками на стеклах. Поэтому спасибо вам. Спасибо, Мария. Здоровоимся. По словам Николая Лукьянова, за несколько лет город сделал рывок в плане доступности среды для людей с инвалидностью. Центр Химок, Химки, Старые Химки, Новые, очень хорошо приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Но вот в микрорайонах, сам я житель Сходни, вот сейчас на левом берегу мы, я знаю, есть и в Новогорске такие проблемы с понижениями. То есть понижение оно есть, но ненормативное. И мама с коляской, человек на коляске, инвалид, уже не сможет перейти дорогу нормально. Нужно будет кого-то просить о помощи. Поэтому хотелось бы, чтобы на эти проблемы обратили внимание. Но это больше, знаете, уже не к администрации относится, а это объекты малого бизнеса, среднего бизнеса. В целом же за последние 7 лет решить проблему доступной среды удалось в Химках пока на 80%, говорит Николай Лукьянов. Так что стремиться еще есть куда. Александр Сергеев, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.